Привет всем! Сегодня еще один апдейт по моему проекту приканчивания начатой косметики. Сегодня мы поговорим о тех продуктах, которые я пытаюсь доиспользовать до самого-самого победного, что ни на есть конца. И почему я это делаю, чтобы у меня ничего никогда не портилось. Давайте начнем с базы. База у меня от Dior. Называется Captured It Out, цвет 0.1.0. Самый светлый цвет в их линейке, но, к сожалению, все равно для меня недостаточно светлый. Приходится подмешивать осветляющую белую основу. И вот такое количество у меня использовано, в принципе, уже довольно скоро. Я думаю, эта штуковина подойдет к концу, она мне нравится, но поскольку цвет не подошел, и тем более я перехожу на более натуральные альтернативы, я думаю, что больше эту основу я не куплю. Немножечко другая история об этой основе от Juice Beauty. Это не основа, а праймер, я хотела сказать. И это один из лучших люмисцентных, таких, светящихся праймеров, которые я когда-либо использовала. Juice Beauty Fiber Pigments Illuminating Primer. Использовала я не очень много, поскольку я в этот период времени тестировала другие праймеры. Все равно это мой любимец. Обязательно буду дальше пользоваться. И я думаю, наверное, до конца лета обязательно этот продукт у меня покончится. Следующий продукт, который у меня в этом проекте, это Метеориты Baby Glow Touch от Guerlain. И в цвете Rosy Glow, по-моему, он здесь один. У меня этот стик, честно говоря, не в очень большом фаворе, просто потому, что... Я его редко, честно говоря, использую. Он не очень интересен. Цвета никакой пигментации не отдаёт. Немножечко такого сияния, но также не особенно интересный эффект. Но я пользуюсь. Пользуюсь им. Пахнет как метеорит, именно поэтому я его ещё и держу в своей коллекции. Иначе давно бы избавилась, честно говоря. И совсем-совсем не рекомендую. По-моему, довольно бесполезная штука. Дальше. Терракота Лэйри от Guerlain. Это один из их элементированных бронзеров, которые я в прошлом собирала. И теперь мне нужно их доприкончить. Здесь, конечно же, у меня как всегда остаётся гораздо меньше, чем в предыдущий раз. Всё меньше и меньше и меньше. Это сияющий бронзер с красным подтоном. Именно это подходит моей коже наилучшим образом. Красный подтон бронзера. Как я поняла, это моё. Оранжевые и желтоватые всякие бронзеры мне совершенно не идут. Ну, совершенно. Я очень довольна этим бронзером. Как вы видите, у меня всё уменьшается и уменьшается в размере. Очень довольна и буду продолжать пользоваться. Мне нравится. Кремовый хайлайтер от E.L.A.M.A.S.K. Это Cream Blush в цвете Lies. Опять-таки, количество его не очень изменилось с прошлого раза. Но дело в том, что я в последнее время играла с новыми иллюминаторами. Nude by Nature, которые мне нравятся. Мой любимый Physicians Formula, о котором я постоянно разговариваю. И также Magic и Living Luminizer от RMS, которые, кстати, сегодня на мне. Это отличный хайлайтер. Мне нужно к нему вернуться. Очень-очень хороший продукт. Мне очень нравится. Просто заигралась немножко с другими продуктами. Le Crayon Cale. Коричневый карандаш от Lancôme в цвете черный кофе. Black Coffee. Потихоньку уменьшается, затачиваю разок в неделю. Поскольку не очень часто подвожу ресничный край. Я в последнее время играю с разными натуральными тушами. Поэтому хочу просто видеть, как глаза выглядят без подводки часто. Чтобы как бы сравнить, как туши работают. Сегодня именно таким образом я сделала макияж глаз. У меня только тушь. На ресницах нету подводки. Но этой подводкой я пользуюсь часто. И другой туда у меня в активном употреблении нету. Дальше Wet n Wild Ultimate Brow Highlighter. Тоже редко использую. Что-то у меня замедлилось использование некоторых продуктов в этом проекте. Нужно себя подогнать. Хорошая штука. Нравится, если у вас светлый тон кожи. Самое-самое то. Если вам нравится, допустим, высветлять нижний край роста ресниц. То опять-таки самое-самое то. Или если вам нравятся кремовые, матовые тени. Именно вот такого рода, мне кажется, хорошая идея. Дальше By Beauty High Pigment Pencil в цвете Sable. У меня он закончился. Довольно долго использовала этот продукт. Все, больше ничего не осталось. Очень довольна формулой. Буду опять покупать обязательно эту формулу. У меня еще есть, между прочим. Это не первый мною использованный. Даже в этом цвете карандаш. Обязательно-бязательно буду еще покупать. Супер советую By Beauty. В смысле продукта для... Это просто мой номер один. То, что сегодня у меня на кубах, это Nars Cruel. Использую красный карандаш. Я не очень часто, поэтому он долго живет. Но это он сегодня. Мне нравится. Отличный матовый карандаш. И очень важно то, что отличный всем идущий красный цвет. Я не видела никого, кому бы Cruel не подошла. Если вы ищете красный нейтральный цвет, матовой, не сушащей помады. Я бы посоветовала Nars Cruel. Но опять-таки не буду опять покупать этот продукт. Потому что буду искать более чистые альтернативы. Более зеленые, более органические, более нетоксические. Но Nars Cruel мне нравится. И я с большим удовольствием его использую. Очень хороший прогресс. В смысле использования этой помады. Это Rouge Coco Shine от Chanel в цвет 57 Aventure. И действительно, наверное, половину того, что у меня в прошлый раз было, я уже использовала. Я полагаю, что к следующему разу вот это вот у меня иссякнет. И будет в пустышках. Но пока еще живет потихонечку. Это полу... такая акварельная, полупрозрачная, блестящая помада. Именно. Такая формула мне нравится больше всего. Мне очень хотелось бы найти дубликат более натуральной косметики. Именно такого рода блестящей легкой помады. Итак, поскольку у меня вот эта помада от Bite закончилась, я добавляю еще один продукт в этот проект. И в этот раз это будет пудра. Я хочу закончить вот эту небольшую пудру от Young Blood. И называется она Mineral Rice Setting Powder в цвете Light. То есть светлый цвет. На самом деле она фактически транслюцентная. Сегодня она на мне. Это хорошая пудра. Мне ему нравится. Она не очень сильно матирует. И у меня чуть меньше половины этой баночки осталось. Очень-очень чистые натуральные ингредиенты. Как вы видите, я уже начинаю включать немножечко более чистую косметику, чистые ингредиенты в свои проекты приканчивания ночной косметики. Итак, закончилось ли у вас что-нибудь в последнее время? Если так, то что мне всегда интересно послушать. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока.